Люди требуют света. Жители центра столицы, оставшись без электроэнергии, на несколько суток вышли на улицы. Сколько дней мы должны потерпеть еще, чтобы спокойно этот вопрос решить? Иначе? Мы уже не пилиться, не побоимся, ничего. Уже выйдем на улицу, нам уже все равно. Уже знаете, как надо прохладить. С запасом, я говорю, где-то три дня. На территории муниципалитета увеличилось количество отключений электроснабжения, отмечает в УЖКХ города. Один из проблемных участков находится по проспекту Расула-Гамзатова, 64, где за три недели произошло три аварии и пожар. Гарантирующим поставщиком электроэнергии филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» по каким-то причинам обязательства выполнены не были. В этой связи Салман Дадаев дал поручение начальнику УЖКХ установить новую трансформаторную подстанцию мощностью 1000 кВт и согласовать с жителями место установки агрегата. С отсутствием реакции, гарантирующих поставщика Дагенерго, глава города поручил выделить для данных домов на квартирных и частного сектора трансформатор 1000 кВт. Этот трансформатор готов к установке, он лежит новый. Единственная такая договоренность была, сейчас определяют место, именно инициативная группа от жильцов, все как место подберут, там 9,3 на 3, 9 квадратных метров для установки трансформаторной подстанции. Вот данный вопрос обговорят с жильцами и сразу же Дагенерго обещает его установить. Хочет что-то сделать. В свою очередь Сергей Меликов отметил, что износ оборудования в столице не решится одним новым трансформатором, а устранить проблемы с электроснабжением в республике необходимо до начала зимы. Документы с просьбой принять неотложные меры были направлены к курирующему вице-премьеру страны в Минэнерго России и в ПАО Россети. Субтитры создавал DimaTorzok